Библейский портал экзегет.ру представляет Здравствуйте, друзья! На библейском портале экзегет продолжаем и завершаем сегодня читать книгу пророка Агея. После пленного пророка, небольшую книгу пророка Агея. Более точно его имя звучит Хаггай. В седьмой месяц, то, о чем мы читали в первой главе, происходило в шестой месяц. А вот в седьмой месяц, в двадцать первый день месяца, видимо, того же года, второй год царствования Дария, было слово Господне через Агея пророка. Здесь он назван Нави, пророк. В первой главе мы читали, что он назван вестником, буквально Малах, ангел. Ангел – это вестник, посланник. Ну и ангел, как существо, сотворенное Богом, духовное существо, это тоже Малах. Термин многозначный. Вот Аггей назван Малах в предыдущей главе. Но здесь он вновь называется пророком Хаггай. Было слово Господне через Хаггая пророка. «Скажи теперь Зарававелю, сыну Салафиилеву, правителю Иудеи, и Иисусу, сыну Иосидекову, великому Иерею» – то есть первосвященнику, Когенгадоль – «и остатку народа, кто остался между вами, который видел этот дом в прежней его славе, и каким видите вы его теперь? Не есть ли он в глазах ваших как бы ничто? Чудесной, удивительной красоты, чудо света храм Соломонов был вавилонянами сожжен. Когда народ вернулся из плена, начали строить второй храм. Потом эта тройка остановилась. Господь дал пророчество через Аггея, обличительное пророчество. Призыв прозвучал не мешкать, воссоздавать храм Господень, строить. Но этот храм был очень скромным сооружением. Пройдут века, и Ирод, Ирод Великий, перестроит этот храм полностью и сделает его грандиозным сооружением, как все постройки Ирода были очень грандиозными. В частности, Иерусалимский храм он весь радикально перестроит и во много раз увеличит его размеры. А тот второй храм, который воссоздали по призыву пророка Аггея в конце VI века до Рождества Христова, он был довольно скромным сооружением. И об этом говорится не если он в глазах ваших как бы ничто. «Но ободритесь ныне, — Зарававель говорит Господь, — ободрись, — Иисус, сын Осидеков, великий Иерей, ободрись весь народ земли, — говорит Господь, — и производите работы, ибо я с вами, — говорит Господь Саваоф. «Завет мой, который я заключил с вами при исшествии вашим из Египта, и дух мой пребывает среди вас, не бойтесь». Было много опасностей, было много врагов у Израиля, которые противились и строительству стен городских, и противились строительству храма. Мы об этом читаем в книге Неемии современника Аггея. Но Господь укрепляет, ободряет, воодушевляет народ, чтобы не боялись. Исшествие из Египта, тогда великими знамениями, силами Господь явил свое присутствие, свое могущество, и рукою крепкою, мышцу высокую защитил свой народ, вывел его из Египта, поразил египтян. Вот так же и сейчас Господь не изменился, Он защищает свой народ, оберегает его, и Дух Божий пребывает среди народа Божьего. Поэтому звучит призыв не бояться. Шестой стих. «Ибо так говорит Господь Саваоф, еще раз, и это будет скоро, я потрясу небо и землю, море и сушу». Здесь говорится о том великом потрясении, которое произойдет перед наступлением Царства Божьего. Царство Божье – это Богоправление на земле, да будет воля Твоя на земле, как на небе, да приидет Царствие Твое, мы молимся. Царство Божье, его наступление, оно предваряется катастрофой. Катастрофой и потрясением неба, земли, моря, суши, потрясением всего человечества. Катастрофа грядет, эсхатологическая. А после этого будет восстановлено Царство Божье. И для Агея восстановление храма – это как бы прелюдия к восстановлению Божьего Царства. Восстановление Божьего Царства должно предваряться восстановлением Иерусалимского храма. Так считает пророк Агей. А пророк Агей не свое мнение, какие-то выражает, а волю Божью. Седьмой стих очень важный, может быть, даже центральный стих всей книги. «И потрясу все народы, – говорит Господь, – это его прямая речь, – «и придет желаемый всеми народами, и наполню дом сей славою, – говорит Господь Саваоф». Вот этот стих мы истолковываем в нашей христианской традиции в мессианском смысле. Поэтому слово «желаемый» в синодальном переводе с большой буквы. На самом деле здесь, если мы возьмем оригинальный еврейский текст, сказано «хэмдат коль гагоим». «Хэмда» – это буквально «желаемое», «хэмда», «желаемое», «очень желанное», вот так можно перевести. «Придет желанное всеми народами». Но вот синодальный переводчик переводит собственным именем «желаемый», явно тем самым истолковывая в мессианском ключе и прилагая это к Иисусу Христу, конечно. «И наполню дом сей славою». Ковод, слава, слава Господня, она наполнила первый храм. «Господь благоволит обитать во мраке», сказано. И когда освящали первый храм, построенный Соломоном, то облако наполнило все пространство этого храма. Вот, и явилась слава Господня, слава Господня, видимая, ощутимая слава Господня, его наполнила дом, и его присутствие божественное люди почувствовали, божественное присутствие. Шхина наполнила. Шхина в видении пророка Езекииля ушла в изгнание с народом Божьим в Вавилонию, а потом эта шхина, божественное присутствие и слава Господня вернулись вместе с народом Божьим, с народом израильским, с его остатками. Вот, и здесь говорится, что «наполню дом сей славою», говорит Господь. Вот этот второй храм, скромный, скромный совсем сооружение, это не то, что Соломонов храм. Несмотря на это, наполнится славою. И даже через один стих мы прочитаем очень интересные слова. Ну, сначала прочтем восьмой стих. «Мое серебро и золото, говорит Господь Саваоф». Серебро и золото, которые жертвуют люди на строительство храма и на изготовление сосудов этого храма, оно принадлежит Господу. А вообще все серебро и золото Господу принадлежит. И все металлы, и все элементы таблицы Менделеева принадлежат тоже Господу. И вообще все мироздание Господу принадлежит. Если мы что-то из Него посвящаем Господу, так оно и так Ему принадлежит. Поэтому не будем руками загребущими себе все загребать. Лучшее будем отдавать Господу. И здесь, в данном случае, в данном контексте книги Аггея, говорится, конечно же, о том, что золото и серебро люди должны принести для сооружения Иерусалимского храма. И говорится в 9 стихе, «Слава сего последнего храма будет больше, нежели прежнего», говорит Господь Саваоф. «Слава последнего храма будет, второго будет больше прежнего. Туда действительно войдет желаемый хемдат агоим, коль агоим, желаемый всеми народами. Его желаемого всеми народами возьмет на руки свои старец Симеон и скажет, «Ныне отпущаешь, и рабатуй его, владыка, по глаголу твоему с миром», войдет, а точнее будет внесен младенец Иисус, сбудется это пророчество Аггея. И в этом будет слава Господня. Говорит Господь Саваоф, «И на месте сиом я дам мир, говорит Господь Саваоф, тот вечно несокрушимый эсхатологический мир, о котором говорят пророки, такие как Исаия, Михей. Когда люди перекуют мечи на орудия мирного труда, и копья, и мечи станут мирными орудиями труда, металл, из которых они изготовлены, будет из этого металла через перековку, эти орудия станут орудиями мирного труда, обрабатывания земли, полей, садов, огородов, виноградников. И люди не будут более учиться воевать, как сказано. Вот этот мир непоколебимый, несокрушимый, о котором мечтают все народы во все времена, Господь сам этот мир даст в конце времен, в той эсхатологической перспективе, которая пред очами, пророческим взором пророка Хаггая предстает так же, как и перед глазами других пророков. Второй храм был разрушен римлянами, как известно. И слава его была в том, что в него вошел сам Спаситель Мира Христос. Но тот мир, о котором здесь говорится, тогда он не наступил. Наоборот, разразилась жестокая иудейская война, восстание иудейское, длившееся несколько лет, закончившееся катастрофой, рассеянием, долгим многовековым рассеянием израильского народа. Сейчас мы ближе к тому, о чем говорит пророк, ближе к тем временам, когда Господь даст мир. Но сначала Господь потрясет все народы, будет эсхатологическая битва, о которой пишет пророк Иоэль, подробно ее описывая. Но человечество погибнет в огне этой катастрофы, но это будет не конец. Последнее слово будет за Богом, и Господь даст мир, наступит этот Божий мир, наступит новый мир и новая эра вечного Божьего Царства. Но это впереди. С 10 стиха начинается еще одна тема. Тема святости, тема очищения, очень важная тема у пророков. В 24-й день 9-го месяца, то есть прошло еще два месяца, во второй год Дария, все тот же год Дария, все пророчества в один год у Агея, было слово Господне через Агея пророка, так говорит Господь Саваоф. «Спроси священников о законе и скажи, если бы кто нес освященное мясо в поле одежды своей и полою своею коснулся хлеба или чего-либо вареного, или вина, или илиея, или какой-нибудь пищи, сделается ли это священным?» Мало ли, пола одежды чего может коснуться? Конечно, нет. Поэтому священники Агеям передал слова Господни, его вопрос Божий, священники сказали и ответили «нет». 13-й стих в нем говорит Аггей. Потом сказал Аггей, «А если прикоснется ко всему этому, кто-либо осквернившийся от прикосновения к мертвецу, сделается ли это нечистым?» И отвечали священники и сказали «да, будет нечистым». Вообще труп человека или животного – это в понимании иудейском это «матерь нечистоты». Матерь нечистоты. Понятно, что трупный яд, можно заразиться, но кроме того, это еще и духовная нечистота, это смерть, ритуальная нечистота. И поэтому покойника на Востоке погребают в первый день. В первый же день стараются люди в самые ближайшие часы его погрести. И всякий, прикоснувшийся к покойнику, он нечист. Священникам вообще запрещалось, священникам прикасаться к покойникам, заходить на кладбище. Потому что священник должен быть максимально защищен от какого-либо-то нибыло ритуального осквернения. Обо всем этом говорится в законе Моисеева. И вот здесь священники правильно истолковывают и правильно отвечают на вопросы, которые задает пророк, вестник, господин Аггей. Тогда отвечал Аггей и сказал, отвечал священникам, «таков этот народ, таково это племя предо Мною, говорит Господь, и таковы все дела рук их, и что они приносят там, что они приносят там, все нечисто». Вот такое обличение. Здесь и ритуальная нечистота, и тем более духовная нечистота, то есть грехи какие-то. Потому что не обратили сердце свое полностью ко Господу, не воодушевились, чтобы построить храм, серебро, золото припрятали в свои дырявые кошельки, вместо того, чтобы принести их на строительство храма, на его благоукрашение. Дальше звучит призыв. 15 стих. Обращается пророк к народу. «Теперь обратите сердце ваше на время от сего дня и назад, когда еще не был положен камень на камень в храме Господнем. Приходили бывалых к опне, могущей приносить 20 мер, и оказывалось только 10». Эта тема уже развивалась в первой главе, что люди влачат полуголодное существование, и нет ни урожая, а засуха, и люди работают для дырявого кошелька. «Только 10 из 20 мер, да? Место 20. Приходили к подточилию, чтобы начерпать 50 мер из подточилия, и оказывалось только 20». Подточили, вот это давильня, давили виноград, и вместо 50 мер лишь 20, в два с половиной раза меньше. «Поражал я вас ржавчиною и блеклостью хлеба, и градом все труды рук ваших, но вы не обращались ко мне, говорит Господь». Вот эти проклятия, которые постигают землю за грехи людские, они очень хорошо подробно описаны в книге Левит. Благословение и проклятие. Также в книге Второзакония мы об этом читаем. Божественное благословение, оно проявляется в том, что земля приносит урожай во время свое, Господь посылает в изобилии дождь ранний и поздний, земля произращает в изобилии все свои плоды на пользу, на благо человека. Проклятие Божие состоит в том, что человек напрасно трудится на земле, засуха, болезни растений, суховеи, царанча, враги и все остальное. Человек посеет, а жать нечего. Значит, здесь тоже ржавчина, блеклость, град. Господь поражал, а народ этому не внимал. Думаю, ну ладно, природное явление, катаклизмы. Причем здесь мои отношения с Господом. Но на самом деле все в руке Господней. Каждый день нашей жизни и все дела рук наших Господь видит и дает нам благословение в наших трудах, если мы служим Ему искренно и всем сердцем. Если же не так, тогда этого благословения нет. Тогда происходят бедствия. И дальше звучит призыв, 18 стих. «Обратите же сердце ваше на время от сего дня и назад, от 24 дня 9 месяца до того дня, когда основан был Храм Господень. Обратите сердце ваше». Храм Господень основан, но люди не родят его строительство. Поэтому происходит засуха. Зерновые культуры поражаются ржавчиной, блеклостью хлеба, градом побиваются. И поэтому люди должны обратить сердце свое на пути, которыми они идут, духовными путями. Путь, дорога, метафора жизни, в том числе духовной жизни. Нужно обратить сердце, то есть обратить внимание, внимательно рассмотреть, а правильно ли я иду, куда ведет меня эта дорога, ведет ли она меня к храму. Зачем нужна дорога, которая не ведет к храму? Заканчивается известный перестроечный фильм этими словами. «Если еще в житницах семена досели, ни виноградная лоза, ни смоковница, ни гранатовое дерево, ни маслина, не давали плода, а от сего дня я благословлю их». Почему Господь от сего дня? Здесь точно указан этот день. Точно указан день, месяц. Почему именно от сего дня Господь благословит? Потому что построен, наконец, храм Господень. Народ услышал слова пророка, вдохновились, воодушевились, вооружились и достроили храм Господень. Храм, о котором сказано, что славы его, этого храма, будет больше, чем славы первого. «И было слово Господня, как гею, вторично, в 24-й день месяца и сказано, скажи Зарававелю, правителю Иудеи, потрясу я небо и землю, и не спровергну престолы царств и истреблю силу царств языческих, а прокину колесницы и сидящих на них, и незринуты будут кони и всадники их один мечом другого». Вот эта колоссальная эсхатологическая битва всех народов, которые соберутся на Ближнем Востоке, в Святой Земле, очень подробно описана, например, в книге пророка Иоэля. После этой эсхатологической битвы наступит тот мир, о котором сказано здесь у Агея, в 9-м стихе мы читали «На месте сём я дам мир». Но сначала, до наступления этого мира, человечество вооружится, и будет эта последняя эсхатологическая битва всех народов Земли с народом Божьим. И много будет падших. Человеческая цивилизация в этой катастрофе погибнет. Как сказано в Новом Завете у апостолов, близок всему конец, земля и все дела на ней сгорят. Но после этого наступит тот божественный мир, божественный миропорядок, божественное правление, когда уже не будет этих престолов, царств, сил царств языческих и всех их армий и вооружений суперсовременных. Не будет этого ничего, наступит новый, божественный, благословенный мир. Тот, который мы называем царством Божьим и который мы уже сейчас благословляем. Это грядущее, будущее царства мы сейчас уже благословляем. Благословенно царство говорим. Молимся об этом царстве, да приидет царствие Твое, царство Бога и Христа Его, которому, как мы исповедуем в символе веры, не будет конца. Конец приходит всем царствам, государствам. Даже израильскому царству мы помним пришел конец. А вот царству Божьему конец никогда не наступит. Когда оно, царство Божье, придет, когда Господь будет править, а все цари земли и правители сложат перед ним свои короны, склонят голову до земли, снимут свои костюмчики заграничные и будут постелать перед грядущим царем Христом, чтобы Христос по ним шел, наступит совсем новая эпоха, новый мир. И этому миру царству Божьему конца и края не будет. Завершается, интересно, как завершается книга пророка Захарии, современника Аггея, который пророчествовал в то же самое время, время правления пересидского царя Дария. 14 глава это время описывает, наступающее время после цехатологической битвы, время Царства Божьего, вечного Божьего Царства. Сказано, что будет Господь тогда един по всей земле, имя Его будет едино, и все осветится, вся земля. Центр этого освящения будет, конечно, Иерусалим, град святой, святая земля, и дальше по всем народам земли, до самых дальних островов и до краев небес будет божественное присутствие, будет божественная слава, будет Царство Божье. Вот это все то, о чем пророчествуют древние израильские пророки. Потом развитие этих тем мы видим в новозаветных текстах. Все это и составляет нашу христианскую надежду, наше христианское упование, что этот мир идет к своему концу. Конец будет катастрофическим, близок всему конец, говорит апостол Петр. Эти слова он говорит не для того, чтобы устрашить христиан, а для того, чтобы, наоборот, их ободрить, приготовить к той духовной брани, которая ждет Церковь Божью, народ Божий. «В тот день, — говорит Господь, — 23-й заключительный стих, читаем, «в тот день», — это день Господень, айомгау, тот день, эсхатологический день Господень, «я возьму тебя, Зарававель, сын Салафиилев, раб мой, — говорит Господь, — и буду держать тебя, как печать, ибо я избрал тебя, — говорит Господь Салаоф». Это избрание Зарававеля. Здесь содержится ему обетование, он потомок Давида. «Когда-то Господь клялся Давиду, рабу своему, вечно потомки твои будут сидеть на престоле моем». Зарававель, конечно, умер, как и Давид, кости его. Известно, где лежат Давида и Зарававеля. Но здесь говорится не столько вот о конкретном Зарававеле, сколько о его потомке, потомке, помазаннике Господнем. Сын Зарававеля Иисус Христос, помазанник Мащех Иисус, на котором сбываются все благословения и Давида, и Зарававеля, и Господь его держит, Господь Бог, за правую руку, как своего мессию помазанника, сына своего. И он будет вечно царствовать на престоле Давида, и царства этому не будет конца. Как печать. Печатью запечатывают письма, послания, документы. Печать очень важный предмет был в древности. Печать, царская печать, очень важна. Печать человек носит с собой всегда. Всегда у него при себе должна быть печать. Или перстень с печатью, которым опечатывают этим перстнем имущество. Печать на воске отпечатывается личная печать человека. Вспомним притчу о блудном сыне в Евангелии от Луки. Отец, простив своего сына, говорит своим слугам, дайте перстень на руку его. То есть восстанавливает его в правах наследства. Перстень с печатью дает право владеть имуществом, опечатывать имущество, распечатывать его. Вот очень важно здесь, что Зарававель, сын Салафиилев, не только назван рабом Господним, но и Господь его держит за правую руку. В тот день я возьму тебя, буду держать тебя, как печать. Держать, как печать. Человек держит печать. Вот так Господь держит помазанника своего в руке своей. «Ибо я избрал тебя, говорит Господь Саваоф. Избрал Господь Давида, избрал Господь Зарававеля, избрал Господь Мессию помазанника своего Иисуса Христа». И все эти тексты такого мессианско-оскатологического содержания, они указывают на и на первое пришествие Христа Спасителя, и на второе его пришествие, и на то Царство Божие, которое проповедовал Христос, и которого ожидаем мы, и которому не будет конца. Так заканчивается книга Гея. Запись была сделана для библейского портала «Экзегет». 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 Продолжение следует...